ПОСЛАНИЕ К КОЛОСИНОМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА ПОСЛАНИЕ К КОЛОСИНОМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа и Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца, Господа нашего и Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа и Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествование, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы слышали и познали благодать Божию в истине. ПОСЛАНИЕ К КОЛОСИНОМ СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТОВАНИЕ Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. И так, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Верный в мали и во мнозе верен есть, и неправедный в мали и во мнозе неправеден есть. Ащу в неправеднем имении верни небысти, поистине кто вам веру имет. И ащу в чужем верни небысти, ваше кто вам даст. Некий же раб может двума господинам работатьи, любо единого возненавидит, а другого возлюбит, или единого держится, а друзем же не родить и начнет. Не можете Богу работатьи и мамоне. Слышек уже сиявся и фарисеи, сребролюбцы сущи, ругахуся ему, и рече им, «Вы есть те, оправдающие себе пред человеки. Бог живе сердца ваши, яку ежи есть в человецах высоко, мерзость есть пред Богом». Блаженный феофилакт, архиепископ болгарский, Благовестник Толкование на Евангелие от Луки Стихи 10-й, 13-й «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом». Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, «Кто поверит вам истины?» «Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Господь еще учит о том, что богатством нужно управлять по воле Божией. Верный в малом, то есть хорошо распоряжавшийся вверенным Ему имением в мире всем, верен во многом, то есть и в будущем веке достоин истинного богатства. Малым называет земное богатство, так как оно поистине мало, даже ничтожно, поскольку скороприходящее, а многим называет богатство небесное, так как оно всегда пребывает и пребывает. Поэтому, кто оказался неверным всем земном богатстве и данное на общую пользу братьев присвоил себе, тот не будет достойный того многого, но будет отвергнут, как неверный. Поясняя сказанное, прибавляет. Итак, «Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истины?» Неправедным богатством назвал богатство, которое остается при нас, ибо если бы оно не было неправедно, оно и не было бы у нас. А теперь, поскольку оно у нас, то очевидно, что неправедно, так как оно задержано нами и не роздано бедным. Ибо похищение чужого имения или принадлежащего нищим есть несправедливости. Итак, кто нехорошо и неверно управлял сиим имением, как тому доверять истинное богатство? И нам, кто даст наше, когда мы неверно распоряжаемся чужим, то есть имением. Оно чужое, так как оно назначено для бедных, а с другой стороны, так как мы ничего не принесли в мир, но родились нагими. А наше дело – богатство небесное и божественное, ибо там жилище наше. Имение и приобретение чуждой для человека, сотворенного по образу Божию, ибо из них ничто не похоже на него. А наслаждение божественными благами и общение с Богом – это сродно нам. До силии Господь учил нас, как должно верно управлять богатством, ибо оно чужое, а не наше. Мы – управители, а не господа и владыки. Поскольку же управление богатством по воле Божией совершается не иначе, как при твердом бесстрастии к Нему, то Господь прибавил к учению своему и сие – не можете служить Богу и маммоне. То есть невозможно тому быть слугой Божиим, кто привязался к богатству, и по пристрастию к Нему нечто удерживает за собой. Поэтому, если ты намерен верно распоряжаться богатством, то не порабощайся Ему, то есть не имей привязанности к Нему, и ты истинно послужишь Богу. Ибо сребролюбие, то есть страстная наклонность к богатству, повсюду порицается. Стихи 14-15. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Фарисеи в досаде на слова Господа смеялись над ним, ибо им, как сребролюбцем, неприятно было слушать о нестяжательности. Так и сказано, «Мерзость грешнику богочестия, и обличающий нечестивого наживет пятно себе». Смотрим притч Соломоновой, главу 9, стих 7. Господь, обнаруживая скрытое лукавство фарисеев и показывая, что они, хотя и принимают вид праведности, мерзкий, однако же, пред Богом по своему самомнению, говорит, «Вы представляете себя праведными пред людьми и думаете, что будто вам одним дано разуметь то, что нужно, и учить, потому вы и смеетесь над моими словами, как над неразумными, желая почитаться учерней учителями истины, но не так на деле, потому что Бог знает сердца ваши и считает вас мерзкими за ваше высокомудрие и пристрастие к людской славе, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом, мерзость пред Господом всякой надменной сердцем». Смотрим притчи Соломоновой, главу 16, стих 5. «Поэтому вам, фарисеи, нужно было жить не для людского мнения, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя, но лучше соделывать себя праведными пред Богом». Стихи 16-18. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякой усилием входит в Него. Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякой, разводящейся с женою своею и женящейся на другой, прелюбодействует, и всякой, женящейся на разведенной с мужем, прелюбодействует. По-видимому, это отдельная речь, не имеющая ничего общего с вышесказанным, но для внимательного она не покажется непоследовательной, а, напротив, очень связанной с предыдущим. Господь вышесказанными словами учил нестяжательности, и богатство назвал неправедным имением. А закон поставлял благословение и в богатстве, между прочим. И пророки обещали в награду благо земные, чтобы кто-нибудь, подобно фарисеям, не сказал ему с насмешкой, что ты говоришь, ты противоречишь закону, он благословляет богатством, а ты учишь нестяжательности. Поэтому Господь говорит, закон и пророки имели время до Иоанна. И хорошо так учили, потому что слушатели были тогда в юном возрасте. Но с того времени, как явился Иоанн, почти бесплотный по нестяжательности, и нестяжательный почти до бесплотности, и проповедовал Царствие Небесное, благо земные уже не имеют времени, а проповедуется Царствие Небесное. Поэтому желающие Небес должны на земле усвоить себе нестяжательность. Поскольку пророки и закон не упоминали о Царстве Небесном, то справедливо обещали благоземные людям еще далеко несовершенным и не способным представить себе ничего великого и мужеского. Поэтому, фарисеи, я справедливо учу нестяжательности, когда несовершенные заповеди закона не имеют уже времени. Потом, чтобы не сказали, что наконец все законно и отвергнуто, как суетно и совершенно пустое, Господь говорит, нет, напротив, ныне еще более исполняется и совершается. Ибо что закон начертал в тени, говоря образно о Христе или о заповедях, то ныне исполняется. И ни одна черта из того не пропадет. Что там в виде тени указано о Христе, то ныне совершится яснейшим образом. И заповеди закона, данные тогда приспособительно и сообразно с разумением несовершенных, ныне будут иметь смысл высший и совершеннейший. А что закон несовершенным говорил несовершенно, видно из следующего. Например, закон по жестокосердию евреев дал приговор о расторжении брака. Именно. Муж, если возненавидит жену свою, имел право развестись с нею, чтобы не случилось чего-нибудь худшего, ибо склонные к убийству и кровожадные евреи не щадили ближайших родных, так что заколали в жертву бесам своих сыновей и дочерей. Но это недостаток и несовершенство закона. Тогда было время такого законоположения, а ныне нужно другое учение, совершеннейшее. Поэтому я и говорю, всякой, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. Поэтому нет ничего удивительного, если я учу о нестяжательности, хотя закон ничего о ней ясно не говорит. Вот закон равнодушно дал заповедь о брачном разводе для предотвращения смертоубийства в иудеях. А я, приучая слушателей к высшему совершенству, запрещаю развод без благословной причины и повелеваю так не вопреки закону, но с тем, чтобы не было убийств между мужьями и женами. И я подтверждаю это, когда учу, чтобы супруги заботились друг о друге и берегли друг друга как собственные члены. И закон желал этого. Но поскольку слушатели были несовершенны, то он определил расторгать брак, чтобы, по крайней мере, при таком условии муж и жена щадили друг друга и не ерелись один на другого. И так Христос все требования закона подтвердил. И поэтому хорошо сказал, что невозможно пропасть ни одной черте из закона. Ибо как бы она погибла, когда Христос исправил его закон в лучшем виде? Пока не возненавидит кто причины греха в правду от сердца, не освобождается он от услаждения, производимого действенностью греха. Это есть самое жестокое борение, не уступающее человеку даже до крови. В нем искушается его свобода в единстве любви его к добродетелям. Это есть сила, называемая раздражением и бранью. От одной вани этого бедная душа изнемогает по причине неизбежной брани, в ней происходящей. Это есть сила великости греха. Ею враг обыкновенно приводит в смущение души целомудренных, и чистые движения понуждает испытывать то, чего никогда они вовсе не принимали в себя. Здесь возлюбленные братья докажем свое терпение, соревнование и рачение. Ибо это есть время незримого подвига, о котором говорят, что чин иноческий всегда им побеждает. При встрече с сей убранию благочестивый ум скоро приходит в смущение, если не будет сильно ополчен. В сии времена, времена мученичества, Ты, Господи, источник всякой помощи, силен подкрепить души, которые с радостью себя уневестили Тебе, небесному жениху, и по искренним, а не ухищренным побуждениям вступили с Тобою в Завет Святой. Посему даруй им силу с дерзновением разорить укрепленные стены и всякую высоту, возносящуюся против истины, чтобы не остаться им неуспевшими в собственном своем намерении от невыносимого и нестерпимого принуждения в такое время, когда борьба идет о крови. В этой лютой брани не всегда выдерживает подвиг целомудрие, потому что человек оставляется без помощи и для искушения. Но горе немощному, искушаемому всей решительной брани, потому что брань сия от снисканного навыка приобрела великую силу над теми, которые сами себя предают на поражение, соизволением на собственные свои помыслы. Остерегайтесь, возлюбленные, праздности, потому что в ней сокрыта дознанная смерть и без нее невозможно впасть в руки домогающихся пленить инока. Вон и день Бог будет судить нас не о псалмах, не за оставление нами молитвы, но за то, что опущением всего дается вход бесам. А когда найдут они себе место, войдут и заключат двери очей наших, тогда мучительский и нечистый исполняет на нас то, что делатели их подвергает божественному осуждению и жесточайшему наказанию. И соделаемся мы подручными им за опущение сего маловажного, но что, как написано мудрейшими, ради Христа делается достойным попечения. Кто воли своей не покоряет Богу, тот покорится противнику его, а потому сие, представляющийся тебе малым, вменится тебе в стену, ограждающую от пленяющих нас. Совершение сего внутри кельи по духу откровения установлено мудрыми, содержащими церковный чин для охранения нашей жизни. Опущение сего у немудрых признается маловажным. По велику не берут они в рассмотрение происходящего от того вреда, то и начало и средина пути их невежественная свобода, которой есть матерь страстей. Лучше стараться не опускать и малого, нежели расширением этого давать место греху, ибо неуместный этой свободы конец жестокое рабство. покажи у тебя чувства при встрече с чем бы то ни было почитай себя мертвым, потому что если во всех членах твоих не умолится греховное рожжение, невозможешь приобрести себе спасение. Если кто из монахов скажет в сердце своем, что остерегается сего, то значит не хочет он и знать, когда заушают его. Кто обманет друга своего, тот по закону достоин проклятия, а кто обманывает сам себя, тот такое понесет наказание за то, что зная порочность худого дела, прикрывается незнанием, но что знает он, это показывает обличение совести, то и мучит его, что знает он, в чем притворяется незнающим. О, как сладостны поводы к страстям! Человек может иногда отсечь страсти, вдали от них наслаждается тишиною, веселится, когда прекращаются они, но не может сделать, чтобы не было у него причин к страстям. Поэтому искушаемся и не хотят и печалимся, когда мы в страстях, но любим, чтобы оставались в нас поводы к ним. Грехов себе не желаем, но приводящие нас к ним причины принимаем с удовольствием. Поэтому вторые делаются виновными в действенности первых. кто любит поводы к страстям, тот невольно и не хотя становится подручным и порабощается страстям. Кто ненавидит свои грехи, тот перестанет грешить, и кто исповедует их, тот получит отпущение. Невозможно же человеку оставить навык греховный, если не приобретет прежде вражды ко греху, и невозможно получить отпущение прежде исповедания при грешении, ибо вражда бывает причиной истинного смирения, исповедь причиной сокрушения, последующего в сердце от стыда. Если не возненавидим того, что достойно порицания, то пока носим это в душах своих, не можем ощутить зловоние и смрада в действенности всего этого. Пока не отринешь от себя того, что неуместно, до тех пор не узнаешь, каким покрыт ты стыдом и сколько должен краснеть от всего. Когда же бремя свое увидишь на других, тогда узнаешь лежащий на тебе стыд. Удались от мира, и тогда узнаешь зловоние его. А если не удалишься, не узнаешь, сколько он смраден. Напротив же того, скорее как в благоухании обличешься в зловонии его, и наготу стыда своего будешь почитать завесу славы. блажен, кто удалился от мира и от тьмы его, и внимает себе единому, ибо прозорливость и рассудительность не могут действовать в том или услуживать тому, кто проводит жизнь в делах суетных. Да и как возмущаема его рассудительность в состоянии будет различать, что должно. Блажен, кто вышел из усыпления в упоение своем и на других усматривает, какова ненасытимость им упоительным чадом. Тогда познает он собственный свой стыд. А пока человек носит в себе чад упоения грехами своими, благоприличным кажется ему все, что не делает он. И как скоро природа выходит из своего чина все равно упоена ли она вином или похотями, потому что и то и другое выводит из надлежащего состояния. И тем и другим одинаковое распаление производится в теле, вмещающем в себе это, хотя способы различны, но растворение одно. И хотя одинаково изменение, но различия причин бывают неравны, распознаются же и по приемлемости каждого. За всякую отрадую следует бедствование, и всякое бедствование ради Бога сопровождается отрадую. Если все, что есть в этом мире, подлежит тлению, а тление и здесь, и в будущем веке, и во время исхода бывает от противных причин, и на и пачи от непотребного сластолюбия или от противоположного сему сластолюбию злострадания, претерпеваемого при освящении, то Бог и сие устрояет по человеколюбию, чтобы или во время самого пути, или в конце его вкусить нам наказание, и тогда уже по богатой милости его прийти путь, в одном случае как некое воздаяние, а в другом как залог, ибо не возбраняет приобретать доброе даже до последнего часа, но действительно возбраняет злое, потому что оставляется во зле, как написано достойное наказание. Наказуемый здесь ради стыда своего вкушает своей гиены. Остерегайся собственной своей свободы, предшествующей лукавому рабству. Остерегайся утешения предшествующего брани. Остерегайся ведения предшествующего встречи с искушениями, а что всего чаще бывает, желания сей встречи прежде совершения покаяния. Ибо если все мы грешники, и никто не выше искушений, то ни одна из добродетелей не выше покаяния, потому что дело покаяния никогда не может быть совершенно. Покаяние всегда прилично всем грешникам и праведникам, желающим улучшить спасение. И нет предела усовершению, потому что совершенство и самых совершенных подлинно нескончаемо. Посему-то покаяние до самой смерти не определяется ни временем, ни делами. Помни, что за всяким удовольствием следует омерзение и горечь, как неразлучные спутники. Остерегайся радости, с которой не соединена причина к изменению, ибо касательно всего, в чем сокрывается высшее смотрение, не можешь ты постигнуть и познать предела и причины изменения в этом. Бойся тех, о ком предполагаешь, что идут прямым путем, потому что они, как говорится, ходят вне пути. Тот, кто премудро умеет управлять кораблем мира, во все, что в мире вложил изменяемость, и что вне этого, то тень. За отдохновением членов следует иступление и смущение помыслов, за неумеренным деланием уныние, и за унынием иступление. Но одно иступление различно от другого. За первым иступлением по отдохновении следует блудная брань, а за иступлением от уныния оставление безмолвной своей обители и перехождение с места на место. Соразмерному же и ревностно продолжаем деланию нет цены. Умоление в этом умножает удовольствие и неумеренность умножает иступление. Терпи неразумие естества твоего, которое побеждает тебя, брат, потому что уготован ты быть воной премудрости, имеющей вечный венец начальства. Не бойся смятения в адамовом теле, уготованном быть воном наслаждении, ведение которого здесь выше ума плотяных, быть, когда приедет небесный образ, то есть царь мира. Не смущайся изменениям и смятениям естества, потому что временно злострадание в этом для приемлющего оное с удовольствием. Страсти подобны небольшим псам, которые привыкли быть на мясных рынках и убегают от одного голоса, а если не обратят на них внимание, наступают как самые большие львы. Ставь ни во что малое пожелание, чтобы не питать в себе мысли о силе его распаления, потому что временное терпение в малом отдаляет опасность в великом. Невозможно преодолеть великого, если не препобедишь маловажного. Помни, брат, тот чин, в котором будешь и в котором не эта жизнь, как бы перебирающаяся и движущаяся по влагам, но жизнь, сокращающая мертвенность, жизнь, в которой не бывает в этом растворении воспламенение от потворства сластолюбию, доставляющего занятия младенчествующему естеству. Претерпи трудность подвига, в которой введен ты для испытания, чтобы приять от Бога венец и упокоиться поисшествии из всего мира. Памятуй ионное отдохновение, которому нет конца, и жизнь нелесную, и чин совершенного и непреложного домостроительства, и плен, понуждающий любить Бога, господствующий над естеством. Всего досподобимся и мы благодатью самого Христа, которому слава с обезначальным Отцом и Святым Духом ныне и всегда и вовеки. Аминь. Живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного дворица, речет Господи, заступник мой и си прибежище мой, Бог мой уповая на него, я готов избавить тебя от сети ловча, слови всем мятежно, плечма своим осенит тебе под крыле его, надеющись оружием обыть истинно твоего, не убоившись от страха ночного стрела летящего дни, отвечив от неприходящего от срячего и беса полудиного, подета страны твоя тыща и тьма деснуя тебе, к тебе же не приближится, оба чьи от чима твоим осмотришь и воздаяние грешников узреши и ку ты господи упованье мое вышнему положилось и прибежище твое не приид к тебе злой рано не приближится телеси твоему и ку ангелам своим заповесю тебе сохранить во всех путях твоих на руках возму тяда никогда предкнешь а камень ногу твою на аспи да и усилий ка наступиши и попереши льва и змия и ку намя уповая избавляю покры якопозна имя мое воззовет ко мне услышу его сними скорби изму его и прославлю его долготую дни исполни его являю ему спасение мое возведох очи мои в горы отнюдь даже приедет помощь моя помощь моя от господа сотворшего неба и землю не дашь во смятение ноги твоей ниже воздремлет храняй тя сен воздремлет ниже уснет храняя израиля господь сохранит тебя господь покров твой на руку десную твою во дни солнце не ожет тебе ниже луна ночью господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твою господь господь сохранит вхождение твое исхождение твое отныне и до века отче наш ижи иси на небесе да светится имя твое да при царстве твое да будет воля твоя на небесе и на земле хлеб наш насущный дашь нам днись и остави нам долги наши окужие мы оставляем должником нашим не веди нас во искушение но избави нас от лукавого господи дай мне с душевным спокойствием встретить все что принесет мне наступающий день дай мне всецело предаться воле твоей святой на всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня какие бы я не получал известия в течение дня научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением что на все святая воля твоя во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть что все не спослано тобой научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим никого не смущая и не огорчая господи дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня руководи моею волею и научи меня молиться верить надеяться терпеть прощать и любить аминь гонки ого дай истину Блажей и Титя, Богородицу, Христом блаженную и премьер-порожную, и Матерь Бога нашему, честнейшую Херувину, славнейшую без сравнения с Иеройей, и Смирь и Смирь, и Смирь и Смирь, Богослово Рожью, и Сущную Богородицу, Тя величайя. Субтитры создавал DimaTorzok «Веселитеся, Господи, радуйся кровным!» ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»